Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые участники конференции, мне очень приятно открыть конференцию и поприветствовать вас в стенах нашего университета. Это относится и к нашим студентам, магистрантам, аспирантам и к нашим гостям, которые приехали из разных городов, из разных вузов, что тоже стало доброй традицией проведения наших конференций. Ну вот в качестве вводного слова у меня хотелось остановиться на двух таких вот моментах. Сегодня еще продолжатся приветственные слова, будет немножко затронута история нашего вуза. Я тоже хотел бы сказать об истории. Мы проводим, открываем восьмую конференцию молодых ученых. Но это совсем не означает, что такая традиция проведения конференции молодых ученых зародилась недавно. На самом деле традиция уходит глубиной в историю. И 50 лет, и 60 лет тому назад ваши сверстники также собирались на конференции. Часто это было весной, поэтому традиция на самом деле достаточно давняя. Другое дело, что изменился формат этих конференций, изменилось название по инициативе там оргкомитета. Но это как бы уже тема другого разговора, не вводного слова. Но самая главная мысль, которую я вот хочу до вас донести, что формирование личности ученого, облика ученого, интереса к науке у многих нынешних признанных деятелей науки, академиков, профессоров, докторов наук, она как раз родилась на студенческой скамье. И многие делали как раз свои первые доклады на такого рода конференциях в нашем вузе, в других вузах. Вот, поэтому я надеюсь, что и для вас, особенно для тех, кто в эти дни выступит первый раз со своим докладом, перед своими коллегами, произойдет дискуссия, научная дискуссия, будут обсуждены ваши первые результаты, они послужат тем фундаментом, на который будет строиться ваш дальнейший интерес к науке и ваши дальнейшие научные достижения. Второе, что мне хотелось отметить, то, что сегодня, в самом деле, исторический день, со многих точек зрения, и вот одна из дат, которые отмечает практически все человечество, это 12 апреля 1961 года, когда состоялся первый орбитальный пилотируемый полет, который выполнен гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Наш университет имеет непосредственное отношение к развитию отечественной космонавтики, наш университет является коллективным членом Федерации российской космонавтики, и многие работы, которые выполнялись и выполняются в стенах нашего университета, они имеют отношение к прикладной космонавтике. Таких примеров я могу привести как минимум два, хотя их можно приводить намного больше. Ну, во-первых, всем известен проект «Буран» в российской космонавтике. Проект достаточно сложный, который имеет тяжелую судьбу, и вот в эти предпраздничные дни много о нем говорилось, и были фильмы по телевизору, может, кто-то из вас видел. Но что является бесспорным достижением этого проекта, то, что он бы выполнил посадку и полет в автоматическом режиме, и вот эту систему посадки разрабатывали во многом выпускники нашего университета. Есть такое имя, Геннадий Николаевич Громов, академик, герой социалистического труда, генеральный конструктор системы, посадки «Бурана», он руководил институтом ВНИИРА, институтом радиоэлектроники в нашем городе, и он, и многие участники этого проекта, выпускники нашего института, так далее, Ленинградский институт точной механики. Второй пример, который я тоже хотел бы упомянуть, это проект ВЕГА. Изучается комета Галлея, который периодически подходит к нашей Земле, в нашу Солнечную систему заходит. И в 1986 году выполнялся крупный международный проект, когда было запущено несколько автоматических космических аппаратов, цель которых была получение фотографий, изучение оптических, в том числе по оптическим каналам, этой кометы. Самые лучшие снимки были получены на аппаратуре, которая была разработана в стенах нашего института, изготовлена на экспериментальном опытном заводе, и это тоже явилось очередным научным достижением и вошло уже в аналог истории развития науки и техники. Поэтому я надеюсь, что многие из вас, те, кто сидят в зале, и те, кто, как я сегодня уже сказал, сделают первые шаги в своей научной карьере, определят свой интерес на науке, будут работать также на передовых рубежах науки, выполнять интересные проекты, потому что на самом деле слово «интересно» — это как раз один из побудительных мотивов деятельность любого человека, который занимается наукой. Если интересно, то надо разобраться в этом явлении, если интересно, то надо его исследовать. Ну а дальше следует то, что вы сегодня будете говорить, докладывать о результатах своей работы. Спасибо, я поздравляю вас всех с нашим событием, ну и по поручению оргкомитета я объявляю нашу конференцию открытой. Спасибо. 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 Спасибо.